всем большой привет приходили к нам сегодня сантехники вот они только что ушли там сантехники и сварщик приходили в ванной у нас труба где нужно было заварить две точки одна находилась пониже это все в нише в одной находится другая повыше и вот та которая повыше они сказали что без разбора короба они никак сварить не смогут давайте еще раз сейчас покажу как это все выглядит вот такая вот ниша и я вам сейчас вставлю кусочек как это выглядело да я конечно показывала в прошлом блоговом видео но покажу на всякий случай еще раз вдруг кто-то не видел вот так вот поближе посмотрим в общем вот это вот тот шов который они сейчас сварили визуально до этого смотрелось как кружочек ну вроде как труба шовная поэтому вот так вот они сделали и сверху тут они нам ничего не делали мы проверили вроде как вот там пустили какой-то напор или что-то такое ничего нет но в будущем сказал возможно придется все таки это все сваривать или может быть трубу даже менять еще сказал что может по низу потом в будущем пойти там труба вот ее продолжение снизу может быть там что-то выйдет ну в любом из этих случаев нужно полностью разбирать короб а у нас в чем сложность во первых сейчас я отойду ну во первых этот короб он сделан так достаточно основательно его сейчас переделывать ну как минимум просто даже обидно потому что плитка вся новая толком этим не пользовались ну ремонту немного времени вся затирка здесь нет цементная то есть даже если мы будем разбирать этот короб то это эпоксидка она как камень после застывания и по швам это все не разберется плитка но именно плитка будет скалываться то есть это единственное что можно здесь сломать и соответственно мы не сохраним ни одного кирпичика придется покупать новую вот она как бы не российского производства поэтому оттягиваем насколько это возможно ну и чуть позже вы опять же поймите причина тут вот тазик они поставили тут видимо что тогда открывали а немножко набежала вот и я вот так вот там чуть посильнее было еще на кран накидывала не открывали воду убрали мокрое полотенце чтобы здесь искры не летели раковину сильно не убить но это они посоветовали вот и на стремяночки вот так вот работали сейчас конечно здесь все насыпано буду отмывать примету сначала потом отмоем ну по крайней мере ту основную часть ржавчины которая прям бросалась в глаза мы ее убрали уже не так страшно потому что как мне эдик рассказал что вот эта ржавчина проела трубу и возможно труба с горячей водой будет потоп именно с кипятком это страшновато поэтому я его все торопила когда же сварим эту трубу вот но он сам сегодня позвонил они пришли вот поэтому сейчас уже поспокойнее можно будет собирать шкафчик мы почему сейчас этим собственно и занялись всем потому что раз вот эти вот все мелочи дорабатываем хотим сюда шкафчик поставить в эту нишу закрыть ее уже чтоб красиво было и можно будет пользоваться этими полочками которые будут пока никаких полочек нет поэтому пока вот таким образом вышли из ситуации надеюсь это поможет воде из вода при нас здесь не потечет и все вот хорошо хотела пол помыть после всей этой сварки и вода смотрите какая ржавая но видно за то что она желтая выходит это видимо последствия того что в трубе там тоже же все это остается от сварки видимо выходит я сейчас горячую пропускаю и даже запах от этой сварки появился хотя я уже проветривала сильно не пахнет ну вот именно в воде сейчас кстати смотрите уже почище идет да видимо просто остатки это я хочу сейчас я приняла уже пол промыть его чтобы здесь уже никаких крошек не было в квартире я сейчас запущу робот-пылесос игоря нашего новенького вот и потом там тоже надо будет протереть но там я очень побольше буду протирать потому что у нас сегодня еще планируется возможный электрик придет тоже будет здесь ходить возможно сборщики мебели поэтому ну все вода все в порядке вот я притащила уже взяла в фикс прайс попробовать вот такой отчистин собачка тут нарисована для животных подходит сейчас буду и мыть помыла я пол в ванной и выходя из ванной но что-то как-то автоматически помыла на кухне в гостиной в прихожей но растут сантехники сейчас ходили наследили немножко поэтому там тоже протерла ну и вообще в принципе у нас сейчас с этими со всеми разборами в квартире творится какой-то хаос хоть как-то прибраться чтобы было поприятнее ходить посмотрите какая у нас посередине квартир куча вот заходишь в сторону кухни ту сразу вот такая вот свалка на кухне вот такой вот полу разобранный шкаф так и стоит разобранный потому что вот с этим вот у нас справа возникли сложности настолько он хорошо так прикреплен что принципе даже не тут уже все вытащила непонятно как снять вот эти элементы не видно вообще но кроме вот этих вот держала как они там скреплены между собой настолько все это спрятано настолько крепко качественно все сделано что разобрать просто не представляется возможным с нашей стороны нам по идее только вот потолок но там смотрите с потолком какая сложная система я возможно конечно прошлый раз рассказывала но я сейчас точно не помню сейчас я возьму какой-нибудь стульчик повыше заберусь покажу вот сейчас видно смотрите вот эти вот штучки с красными элементами это вот то что вставляется в потолок по бокам то есть но не распорки ну в общем они внутрь такие штырьки с четырех сторон нам чтобы вытащить потолок приходилось руками вот так вот вот эту растягивать вправо вот эту влево то есть эдик их вот так вот наклонял ну да наклонял получается а я этот потолок приподнимала чтобы такие вот вытащить из боков то есть прям ведь они же еще длинные но это проблематично было на сзади у нас там пострадала в общем вот эта часть то что разорвана это скроется потом потолок когда мы ставим поставим боковинка это все перекроет поэтому не настолько критично как это выглядит сейчас не пугаетесь поэтому мы сейчас думаем позвонить вот в эту компанию которая производила нам кухню там же у них сборщики свои может быть они смогут и демонтаж нам тоже осуществить и обратно монтаж потому что мы боимся что если мы его сейчас разберем все-таки каким-то образом там что-то да опять повредиться то обратно просто мы его не соберем уже нормально не хотелось бы таких последствий тем более там фальш панели присутствует там это частично где-то что-то приклеено вот поэтому такие конечно кухне нужно устанавливать мне уже говорила только после установки но натяжки установки потолков смотря как какой вариант вы выберете только потом такие кухни и один раз и все если их убирать то убирать прям вот ломая и устанавливать какие-то другие q какой-то кухонный гарнитур так чтобы его взять из квартиры в квартиру перевести нет вообще нет этого вся встроенная мебель все что под заказ не модулями готовыми до которые собираются там все без проблем а вот то что вот так вот монолитно делается это конечно если снял то все пока ну то что сегодня все таки пришли сантехники и сварили нам уже в минус одно дело есть это уже хорошо но у меня сейчас следующая задача вот у меня есть такая веревка джутовая 6 миллиметров диаметром мы ее купили в леруа мы в леруа ездили вчера или позавчера я не помню я вам не показывала я вам каждый раз когда мы туда ездим не снимаю потому что у каждое видео будет поездка в леруа почти и так так и получается так и вот такой вот пакетик разных моментов клей момент это я попросила эдика купить специально чтобы я эту веревку смогла приклеить буду сейчас немножко визуально спасать ситуацию с нашей входной дверью ну то ли он запасом купил то ли ну чтобы я смогла выбрать какой тут вот есть смотрите большой кристалл написано это прозрачный клей универсальный можно использовать абсолютно любых материалов мой вариант потом есть по центру просто классику но водостойкий тоже универсальный но водостойкий она кристалл написано то что клей прозрачные поэтому я склоняюсь именно к нему потому что но мне важно чтобы был прозрачный водостойкость мне в прихожей не особо нужно поэтому вот а голубенький это для пластика хотя на самом деле там не только пластик там чуть больше вариантов но возьму большой вот этот и что я буду делать смотрите я сказал уже дверь да сейчас покажу вот у нас входная дверь вот так вот подрана когтями особенно с этой стороны и нам нужно как-то задекорировать чтобы этого не было видно конечный результат чтобы ну так приемлемо до симпатично смотрелся вот мне пришла в голову идея использовать такую веревку тем более у нас здесь присутствуют такие выемки они хорошо встанут как ограничителя но буду также клеить и по центру между вот сюда тоже два станет потому что это же бумага везде снята так я начну вот с этого ряда на всякий случай у меня тут 20 метров но я не уверена до 20 метров не уверена на 100 процентов что мне тут прям все полотно удастся перекрыть да я смысла не вижу прям до низа доводить поэтому начну оттуда и если лишнее у меня останется на что я надеюсь что доведу до верха будет такая вот декоративная вставка какой-то там высоты и вот таким вот образом есть сейчас приклею вот эту веревку во все выемки это будет как ограничитель потом держать следующие ряды хотя в принципе фиксируется нормально чуть-чуть подержать просто каждый кусочек но таким образом я смогу соблюдать симметрию внутри чтоб я просто боюсь что я сначала если прям сплошняком пойду вот это приклеила сейчас пойду следующую следующую вплотную а между вот этим рядом и предыдущим вдруг останется расстояние мне сложно прямо так на глаз рассчитать точно поэтому лучше сначала сделаю так а потом уже посмотрю по ситуации ну что конечно результат был симпатичный конечно если бы вот здесь так сильно разодрана не было а было бы вот как здесь то хватило бы и просто в выемке клеить эту веревку но в нашем случае не спасет края кстати решила пока никак дополнительно не обрабатывать потому что подумал ну я клея здесь наливают достаточное количество веревка частично пропитывается и край соответственно тоже я еще только два ряда приклеила а мне позвонил этих сказал что в течение часа придет электрик сегодня его ждем поэтому если быстренько то все для него приготовлю но надо будет привести в порядок там коты у меня на кровати валяются поэтому надо убрать и я должна буду ему рассказать все куда нужно что устанавливать где у нас какие проходные непроходные конечно для простоты задачами тут эдик немножко помог точнее для упрощения задачи вот он каждому месту куда нужно устанавливать розетки он прям положил какие рамки какие выключатели какие там розетки и так далее вот здесь пирожка но в общем везде и мне нужно будет ему рассказать надеюсь я справлюсь потому что я вроде как помню а вроде как и не помню и вот на карниза для штор мы хотим приклеить такие гибкие светодиодные ленты и мне нужно будет ему правильно объяснить где какой провод вывести вот тут вот его завести где этот блок питания или как он правильно называется установить вот она да будет присверлить в общем надеюсь я ничего не забуду ответственное мне задание я даже немножко переживаю потому что память у меня так себе и плюс в электрике я вообще никак не ориентируясь поэтому будем надеяться на чудо сейчас он придет все это время вот предыдущие электрики которые первые к нам приходили они говорили что это займет прям с утра и до самого вечера там нужно что-то прозванивать и это очень долго то есть розетки прикрутить там недолго ленты приклеить тоже недолго а вот прозванивать что-то там нужно там какие-то провода запитаны если правильное слово вспомнила вот и нужно будет их вычислить я так понимаю в щитке там нужно будет что-то ему показать нас ничего не подписано поэтому скорее всего придется вырубать все я это к тому что сегодня возможно я так и не смогу доснимать это видео и я конечно буду я конечно продолжу сейчас клеить дверь как он придет расскажу ему все и продолжу клей но возможно результат конечно я вам покажу завтра и встретимся мы вообще завтра но если получится на что я надеюсь то сегодня и что вот такие вот дела ну ладно хотя бы он сегодня придет потому что это было под вопросом он мог прийти сегодня или завтра электрики ушли только что они подключили свет в спальный свет розетки все здесь сделали то что касается зала сегодня не сделали по времени они не успевали у них там следующий заказ и не факт что они вообще что они это будут делать потому что надо успеть до потолков а он сказал что у них расписано там на неделю вперед минимум через неделю приедет и где-то между заказами и так но в общем смотрите сначала вам покажу что у нас получилось в итоге во первых бра вот то что мы на алиэкспресс заказывали светильники они прекрасно работают все так как я и планировала отлично выглядит вот поставили вот эту розетку здесь у нас включайте вот этого бра розетка и проходной светильник это на потолочный свет так там розетка у нас была здесь поставили есть две розетки для столика косметического здесь здесь планировался комод телевизор ну вот то что касается телевизора интернета и так далее здесь две такие группы здесь здесь но 2 проходной как раз вот здесь находится ну и соответственно два здесь светильник потолочный и вот в этой зоне тоже и взяли с нас за всю эту работу всего 3000 хотя до этого мы приглашали других электриков там тоже два было молодых человека мы их по объявлению нашли они пришли оценили вот весь объем сказали во первых это с утра и до вечера весь день у вас займет эти ребята к нам пришли где-то в пол четвертого может чуть пораньше там 20 минут 4 и ушли сейчас а сейчас время 17 5 часов 5 часов то есть видите тут ушло пару часов если округлять грубо очень вот а те заявили то что на это целый день уйдет там должна быть какая-то прозвонка нужно все там вычислять эти ребята сказали что прозванивать нужно только тот проходной выключатель который самый сложный все остальные прозванивать не нужно там типа все очевидно плюс ну первые которые по объявлению они считали все вместе с карнизами и в общем сказали что мы впишемся в 10000 типа это хорошая цена вам повезло вы уложитесь не переживайте всего 10 тысяч все нормально вот а эти взяли с нас три тысячи за эту комнату и там если все таки будут делать он сказал 1600 и на 200 за выезд то есть 5000 это бы вышло полностью за все и быстро то есть вывод какой нужно всегда смотреть несколько вариантов обязательно ну допустим электрики до нужно вызвать нескольких чтобы они оценили рассказали вообще что планируют делать по разговору все равно понятно да человек ориентируется не ориентируется вообще как быстро он вообще в пространстве ориентируется потому что эти ребята пришли он сразу и мне не пришлось даже рассказывать все то что мы с эдиком учили я ему просто сказала что вот мы положили уже наборы до которые нужно устанавливать там включать или выключать или розетки показала где разводная коробка да по момент называется и он сказал ах а там у вас по-любому запитана я такая ну да там есть что-то под напряжением вот там вот счетчик находится он говорит ну все понятно можете ничего не рассказывать все я начинаю работать быстро вычислил что там запитана чувствуется да вот первые пять минут его присутствия сразу же поняла что человек но не первый раз он не будет долго возиться он опыт имеет но и это было потом в процессе тоже видно и точно также нужно поступать в других случаях потолки вот натягивать да мы планируем но мы несколько вариантов также вызывали чтобы не ошибиться чтобы выбрать более подходящие по цене и чтобы вы видели чтобы человек вам нравился я тоже тоже считаю это немаловажно но и насколько он ориентируется вообще в этом деле так но со светом и получается закончили мне конечно теперь нужно все по новое убирать потому что здесь куча проводов уборка в их услуги не входит поэтому я собственно не рассчитывала вот видите вот надо было все убрать а пока они нам делали свет я тут тем временем декорировала нашу дверь вот столько успела долго конечно получается потому что нужно постоянно вот так придерживать придавливать кривовато да но сейчас следующий ряд пойдет не так сильно подвина в общем я конечно не знаю насколько прямо это крепко я очень надеюсь что какое-то время продержится потому что кроков уже присмотрелся сейчас дохожу как раз до самых убитых мест но на самом деле веревки мне осталось уже совсем немного как я и боялась ее может быть не хватит будем надеяться будем надеяться но по крайней мере вот то что я сейчас себе ограничила до вот до сюда мне бы хотелось сделать вот раз два тут по два ряда то есть раз два три 4 5 6 7 7 ну как бы не знаю посмотрим пока я на этом останавливаюсь потому что время уже 6 час нужно успеть быстро что-то приготовить этих скоро придет я утром достала тут корочку размораживаться и тут у меня рыба по-моему горбуша вот я буду либо вообще надо сделать и суп рыбу сделать но по времени не успею все сразу поэтому вот выбираю что из этого сделать может быть рыбу в духовке сделать потому что суп его конечно быстро делает в принципе ничего такого но не настолько сытный сейчас посмотрим может быть успею все решила делать рыбу все-таки сегодня горбуша по-царски вот я уже овощи выложила сейчас будут заливать соусом здесь сметана майонез яйцо и сыр и в духовке еще пришел эдик пораньше сегодня приехал и делает снова соляночку мы тоже съели очень вкусно было будет свеженькая сверху еще вот так чуть-чуть сырка посыпала у нас уже мясо жарят точнее колбаски снова с ребрышками делаем хорошие ребрышки попались сейчас будем пробовать а там же кстати у меня кусочками надо как-то кусочки достать пахнет вообще конечно вкусненько не хочу просто кусочки ломать поэтому не стала резать так много сыра надо пробовать пахнет очень вкусно доделала я все-таки сегодня эту дверь вот такой получился результат вышло даже чуть больше рядов чем я рассчитывала повезло мне хватило веревки извиняюсь там чернуха я кстати не знаю с чем это связано но веревку вот эту пока крока не точит возможно запахом клея связано будем ждать когда она выветрится там уже будет понятно я просто боюсь что она не доживет до нужного момента но пока все хорошо смотрится я думаю нормально вот у нас здесь есть коробочка с ручками из подобного материала тоже такая же веревка вязаная корзинка и в картинах тоже присутствует похожий цвет вот видите такой типа желтенького поэтому есть в принципе с чем связать хотя конечно если делать по-хорошему то это должен быть либо центральный элемент либо верх-низ да ну как то логично располагать ну вот у нас пока так получилось я думаю это лучше чем было ну а на этом пока пока себя показывать не буду мы уже спать приготовились